Армения загнала себя в геополитический угол. Москва больше не рассматривает Ереван в качестве союзника, а Запад использует страну исключительно в своих целях. Ситуация еще больше усугубилась после начала деятельности двухгодичной миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. Россия, как члену ДКБ, неоднократно предлагала направить в регион миротворцев военного блока, но армянская сторона предпочла услуги Запада. И хотя миссия ЕС была заявлена как гражданская, 50 человек в ее составе – вооруженные жандармы. Кремли официально заявили, что видят гражданской миссией Евросоюза исключительно геополитическую подоплеку. Отношение к Еревану в российском истеблишменте на этом фоне значительно ухудшилось. Многие подозревают европейских наблюдателей в осуществлении диверсионной деятельности против России. За антикомпании против Москвы стоят действующие власти Армении, считает политолог Тигран Качарян. Я неоднократно говорил, что Армения сейчас движется по неверному пути. Власти переместили конфликт между Россией и Западом на территорию Армении. Пашиняна и его команду вынуждают делать такие шаги, которые очень плохо скажутся и на Армении, и на ее население. В стране с каждым днем усиливается антироссийская пропаганда. Однако наш народ должен понять, что страну втягивают в большую авантюру и пострадают от этого только граждане, а не власти. Разногласия между Москвой и Ереваном усилились в том числе и по причине жесткой критики армянскими властями деятельности ОДКБ. В конце прошлого года Ереван не захотел провести военные учения, организация на территории страны. А в этом году официальные власти Армении отказались от квоты заместителя Генсека военного блока. Армении не нравится, что ОДКБ не поддерживает ее антиазербайджанскую риторику. По мнению российского политолога Евгения Михайлова, терпеть армянские капризы в военной организации точно не будут. У Российской Федерации вызывает, конечно, абсолютное непонимание, на мой взгляд, начало деятельности миссии Европейского Союза в Ереване. Опять же, высказывание политиков Армении о необходимости выхода из ОДКБ тоже вызывает раздражение у российского истеблишмента, я думаю. То есть вопросов, конечно, много. Вот это напряжение вокруг Лачинского коридора, напряжение вокруг базы миротворцев, вокруг базы в Гюмрии. Очень много вопросов, которые нужно обсуждать. По мнению экспертов, глава МИД России Сергей Лавров во время своей недавней поездки на Южный Кавказ демонстративно проигнорировал Армению. Не принесут никаких результатов и переговоры с Араратом Мерзояном в Москве, уверен политолог Евгений Михайлов. Дело в том, что именно с приездом миссии Европейского Союза в Армению резко участились антироссийские митинги с требованием вывести базу из Гюмрии, с требованием заменить российских миротворцев на миротворцев Евросоюза, так называемого. И поэтому сейчас, я думаю, Лавров, как истинный дипломат, будет настаивать на сохранении тех дружественных отношений, которые были бы как минимум до указанного напряжения. Премьер-министр Армении пытается усидеть на двух стульях, заявил в свою очередь армянский политехнолог Виген Акапян. По его словам, Никол Пашинян наобещал Западу и Москве столько всего, что будет жалеть еще долго. Складывается впечатление, что Армения и Азербайджан пришли к согласию по определенному варианту мирного договора. Остались технические вопросы. Но Запад сейчас спешит, чтобы начатый им процесс не был сорван. После войны Никол Пашинян дал разные обещания всем посредникам, для выполнения которых нужно быть гением. А для срыва иметь ресурсы. Эксперты уверены, что Армения также преднамеренно добивается эскалации ситуации в Карабахе. Ереван, прибегая к провокациям, пытается добиться замены российских миротворцев в регионе на межнародных. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...